Девушки отдыхают Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель – твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездила. Автокинотеатры вышли из моды лет сто назад. Но Серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? Не мне так, Каспи. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Но это много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Аросаки. Ладно, Бей, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом? Определенно ты на него хорошо влияешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали. Черт, да как же так? Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание, будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Нас не остановишь. Решили свидание, будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Ага, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Готовы, идем. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Ага. Кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? О, интересно. Бушидо 10. Угасание. Теперь это уже классика. Друзья. Субтитры делал DimaTorzok Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеют значения. Ну тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Я заняла лучшие места. Залезай. А, так вот как это делается. Бестия, мне больше не нужен этот мир. Но мне нужна ты. Джонни, я в тебе ошиблась. Ты казался мне другим. Ты так представляла себе это свидание? Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится не столько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты был. Мне нравится «Бестия» из 77-го. Эта версия намного хуже. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь измени, если бы мог. Не важно что. Я сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, Эйд. Эйд, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы? Я верно понимаю, что дело не в Грейсене и Смэшере. Что? Причем здесь вообще Смэшер? Мне показалось, что это твое больное место. Да, больное. Мне достала эта тема, но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом. Ты как будто мне что-то недоговариваешь. Джонни, зайка, я очень многого недоговариваю. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь. Продолжение следует... Джонни, я не могу. Это нечестно. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия. Блядь. Блядь. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. М-да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала, из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то, чтобы странно. Он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Нортолк. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Все-то не против, а вот студия подняла шум из-за незаконного использования товарного знака. Что ж, снимаю шляпу перед ее рипером. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Заходи, сойдешь за своего без проблем Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Постарайся никого не злить. Я от Керри Евродина. У меня дело к Исиде. Керри? Чего это он вдруг про меня вспомнил? Можете идти. Че? Ты его отпустишь? Тебя спрошу ли? Нет, я так и думал. Мы тут все деловые люди. Спасибо за познавательную беседу, Брик. Пойдем. Все, дельтую. Спасибо. Я это ценю. Брик вроде норм. Ага. Если бы он еще в музыке хоть что-то понимал. Ты пришла, чтобы поговорить с ним про музыку? Ага. Тинитус. Музыка тотон-танция. Брик ни хрена полезного не сказал. Что ж, я на машине. Так ты что, решила бросить тему? Я так и не узнаю про музыку в Мальстреве. Надо посмотреть, что я на записывала. Может, получится что-нибудь слепить. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Все-таки зря я перестраховалась. Надо было говорить не с Бриком, а с Тинитусом. У тебя что, был на них выход? Брик приглашал меня однажды на концерт. Проблема в том, что у них состав каждый раз меняется. Ну, твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. Пизду памяти. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно. Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. За Джонни я сыграю. Ха-ха-ха. Ты? Сильверхен все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь. Не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Встретишься со старыми друзьями. Я тебя умоляю. Дружили только Керри и Джонни. Мы просто были вокруг и иногда с ними сталкивались. А что ты хочешь? Взять интервью у Керри? Я могу сама его написать. Из головы. Мне нужны контакты всех его знакомых в индустрии. Всего-то. Думаю, вы договоритесь. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи, Керри, я все организую. На связи. Окей. Спасибо. 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 Ну, что, дело сделано. Звони Керри. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась. Сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. Ты нашел Генри или Дэнни? Пока только Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз. И поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Ну, ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце от концов. Лови адрес. Лови адрес. Лови адрес. Продолжение следует... 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 Может, кто-нибудь... Продолжение следует... 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 Волнуешься перед выступлением? Стремно. Мне же надо сейчас изображать саму себя. Да и Джонни нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. Может, расскажешь, что случилось у вас с Генри? Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкать руки? Если бы. Я, в конце концов, пристроила его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали, потому что он снова взялся за Стару. Тогда этот жалкий наркалыга подкараулил меня на улице. Я же в обморок упал, чтобы разжалобить. И что ты сделала? Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Я бы даже лужу не сделал без моей помощи. Сильверхенд, наверное, был такой же. Хуже. Керри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда. Да.